всем приветики заказала я себе из китая с алиэкспресса наушнички от югрина которые пришли в таком пакетике обычном целлофановым фирмы на югринском в котором конечно же не было пупырки а было внутри все это рекламка наушников они немножко не такие вот такие но купил они они не потому что они все они мне все время рекламу ложат а потому что сам так захотел и как бы заказал наушники в комплекте с коробочкой для них защитной коробочкой здесь получается два товара один это наушники которые кстати упакованы в пленочку то есть они реально новенькие прямо запечатаны они бушные какие-нибудь и коробочка ну сейчас мы вскроем коробочки самое интересное что я начал ножиком резать а тут оказывается можно было просто сверху открыть это зип-пакет и когда я открыл его сразу такой запах пошел но непонятный какой-то как краски что ой 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 вот вот что случилось из-за того что они не ложат никакой защиты вот что мне не нравится в игре мне нравится то нравится то что у них продукция качественная но не нравится то что кроме таких целлофанчиков у них ничего нет и в итоге ну вот здесь такая вмятина сильная и здесь прям вмятина еще сильнейшая как бы это показать его то есть он должен быть такое вот такое должно быть она прям ты явленная такой прям жесть и здесь давлено и здесь короче вот сильная вмятина вот вмятина поменьше и вот тут вмятина тоже еще меньше еще это нитка торчит короче мне игры начинает не не нравится и наверное здесь как-то так неровно еще криво короче что-то я начинаю уже расстраиваться в югрине скорее всего не буду у них больше покупки делать потому что что-то они мне расстраивают последнее время тут помята уже внутри тут что-то лежит вот это вот анти влага как бы чтобы эти шарики собирают влагу запах такой стоит химии какой-то thank you for chasing you green короче я не знаю мне не нравится надо открывать спор и и за испорченный внешний вид возвращать немножко денег достали они с тем что упаковку не ложат нормально а вот эту штуку куда вешать по идее куда он должен цепляться сюда что я а или вот сюда сюда по идее надевается и вот так ты можешь вешать себе на джинсы и нести потом доставать открывать не забирать отсюда наушники в целом вроде бы корпус был бы и нормальный если бы он бы не был помят а так неприятное впечатление конечно же со старта ладно что делать буду тогда напишу им попробую спор открыть тогда раз такое дело так здесь снимаем упаковку не угрин шуевер и стерео у нас не знаю что есть написано 3d стерео управление типа от пальцами просто сенсорная для android и с так здесь что фейсбук здесь характеристики написано еще главное как она будет работать потому что ну как она будет ловить bluetooth далеко недалеко будет ли хорошо ли держать сигнал либо или будет такое что ты в карман положил телефон и сигнал потерялся из карман достал сигнал нашелся тогда тоже бред будет так вот она коробочка ну коробочка так этот картон такой крепенький это можно пока убрать картон реально такой крепенький то не сами но сам кейсик кстати в такой коробочке лежит интересный упал снутри вот она что коробочка так что у нас по под этим лежала какая-то инструкция здесь даже на русском расписано миг микрофон то есть подписано циферками где что дальше расписывает один на наушниках это микрофон 2 это сенсорная кнопка 3 это индикатор 4 зарядный чехол 5 индикатор чехла 6 зарядный кабель как-то работает включением включения питания здесь короче идет инструкция как пользоваться потом соединяет с блютузом кстати круто то что у них на русском расписано то есть вот он английский вариант а вот он рядом русский то есть у них наверно много русских пользователей что не нужно на русский переводит и тут уже есть английский какой-то и китайский вариант потому что здесь спускаемся ниже внимание короче это надо все читать я просто показываю инструкцию для тех кто может быть хочет ознакомиться заранее с функциями что здесь как чего есть инструкция все-таки расписывает ну или для тех кто у кого может быть такие наушники такие же но он потерял свою инструкцию тогда ему эта инструкция будет вот как раз кстати то есть можно на паузу поставить сделать скрин и почитать если вдруг у вас такие же наушники вы потеряли свою инструкцию вот пожалуйста все идеально видно можно почитать если что всегда так дело даже даже для себя если вдруг я потеряю то потом всегда буду знать что я могу открыть видосик но если вдруг я выкину случайно или что или там она с другими бумажками где-то затеряется я потом буду знать что вот она у меня есть здесь здесь непонятно как 10 а ну вот 12 13 то есть по порядку 14 15 эта страница 16 17 дальше 18 комплект поставки 90 это уже так информация уже так что там всякие их спецификации эти все ну да вот она за так 12 и пошло вот она инструкция короче мы и посмотрели здесь комплекте идут он душу и для тех у кого уши не подходят вот те анбишуру которые там стоят то можно достать из комплекта какой же из плохой пакет нет он бы просто открывался zip пакетом кстати на какой-то такое слишком мягкая мне кажется не при вообще мягко ну прям такого хрипенькая на ушах разве будешь он должен скрипенько мне кажется что в ушах держаться он такой вот как как желе все так она что это такое как целлофан какой-то он такой мягкий все все как он будет держаться он должен быть крепко чтобы в ушах так закрепить оно такое типа раз и вывалилась мне кажется ну посмотрим что здесь кабель идет в комплекте резиночка на кабеля ну кабель зарядки маленькие сколько тут сантиметров 20 вот он кабель и угры и май гаш так и избе кабель просто обычный как в повербанке что же игры микро и избе ну и собственно коробочка в которой лежат сами наушники вот они так стерео модель c m3 338 входит 5 вольт 45 миллиампер вообще мало чем мало 5 вольт от 5 45 до 5 500 а на наушниках 5 45 а в боксе 5 500 модель чайна нас такая металлическая штука на ней пленочек нет никаких обычно обычно пленочки какие-то все она уже вся в отпечатках такая марка быстро маркается здесь написано югрин все она уже вся марка она быстро маркает сообща жесть было бы лучше если бы она была бы матома все она уже вся грязная как яйцо такое принесу он так плавненько открывается так прям планик открывать отпускаешь закрывается захлопывается сверху что у нас ничего просто пластмасска кстати вспышка светит на такое ощущение что не светит ну и вот здесь 22 лежат наушничка левый правый там два контактика и место чтобы куда сядет собственно вот эта вот штука вот он такой маленький наушничек вот это микрофон сверху это сенсорная кнопка а там индикатор реально маленький и не знаю что это за дырочка какая-то дырочка маленькая амбушюра и собственно сам динамик и здесь два точки для зарядки так я там два таких гнездочка кстати там они немножко как поцарапаны он и все в таких цветах если он видно все в царапинах таких четыре палочки тащат 2 с этой стороны с этой вот они наушники а как их включить ну короче надо инструкцию читать это пока что распаковочка здесь порт для зарядки может она разряжена но не знаю как как здесь что работает честно говоря потому что это мои первые в жизни bluetooth наушники я не знаю даже как им пользоваться нужно читать инструкцию вот это просто как обычно после покупки покупки первая распаковка а как она работает будем смотреть дальше потому что я не знаю что надо подержать мне не включается надо заряжать наверное не знаю я вообще первый раз такое в руках держу поэтому нужно читать инструкции инструкцию честно говоря не читал я хоть там и видел русский текст а ну сейчас когда показываю но я особо не вчитывался я просто смотрел где русский текст название страниц и все и просто показывал чтобы осталось если кому надо чтобы инструкция онлайн такая была вот как она работает я не знаю потом буду разбираться это пока что просто распаковочка ну на вид так миленько выглядит такое типа и как киндер сюрприз такое яйцо открывается довольно таки легко и стремится закрыться только чуть нажмешь она уже сразу закрывается наушники на вид маленькие компактненькие и но как ушах попробую сейчас ухо вставить так ну в ухе у меня как-то она сидит но хочет выпасть более-менее держится но слабо такое ощущение что сейчас выпадет скорее всего амбушюры надо менять и возможно даже купить отдельно потому что эти ну ну что это такое они слишком хлипкие они должны быть чуть чуть тверже чуть нанеси но чуть-чуть чтобы хотя бы держаться эти вряд ли будет держаться ну и совместно с кейсом то здесь должен лежать за ну ваш нитки эти торчат ой как это неприятно на самом деле то есть я я бы тогда лучше не покупал этот бокс в принципе можно в карман положите все вот эта штука их и он будет в кармане лежать джинса потом достал бокс это же лишнее место но если будет на джинсах так висеть то в принципе норм а в карман его засовывать такую коробку большой так это неудобно проще вот это в карман засунуть просто хобода с형 достовало вот эту штуку в карман ну реально ну как бы неудобно будет засовывать наверное я не знаю а так носить на джинсах но в принципе так норм но то что она вся помятая это жесть провод сюда в принципе наверное залазит то есть если мы в коробочке носить вот он провод сюда закидываем сюда сам чехол наушники например в ушах чехол здесь или наушники еще там все закрываем хотя она немножко упирается в это что в провод и провод мешает закрыться хорошо если без провода ну без провода получше уже не упирается с проводом в принципе если так рядом положить просто рядом ну то вроде норм вроде чехол у них такой приятный на ощупь и вот эта штучка такая югрин приятненькая на ощупь то что он весь помят это жесть просто так это сразу такое неприятное ощущение в принципе все друг другу подходит как она будет работать надо смотреть тестировать и потом мы потом да я уже когда протестировал все проверю тогда сделаю обзор а насчет этого ну буду открывать спор потому что мне такое не нравится она все помятает ну вот это как-то вообще жесть ладненько на этом все всем пока до вам